Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу о том, как обработать свои фото или создать баннер и коллаж с помощью PicMonkey. Сейчас есть множество мобильных приложений для обработки фотографий, но часто необходимо поработать с изображениями на компьютере. В таком случае на помощь придет онлайн-фоторедактор PicMonkey, который работает в окне вашего браузера. PicMonkey позволяет изменять параметры изображения, применять фильтры, рамки, эффекты, а также добавлять шрифты на пустое или выбранное изображение. Основные возможности PicMonkey бесплатны, но при желании можно купить расширенные возможности менее чем за 3 доллара в месяц, а для основной работы в редакторе не требуется регистрация. Сам редактор имеет единый интерфейс, но для различных задач есть 4 вида начала работы с PicMonkey. Это сделано для того, чтобы пользователь сразу попал в нужные разделы редактора. Итак, PicMonkey позволяет работать с изображениями, а также непосредственно улучшить ваши портреты, создавать баннеры и другую графику из шаблонов, а также делать коллажи из нескольких фотографий. Изображения можно загрузить как со своего компьютера, так и из ваших облачных хранилищ и Facebook. Для того, чтобы попробовать работу редактора в случае, если у вас нет под рукой фотографии, здесь есть несколько тестовых изображений. После выбора картинки загружается сам редактор PicMonkey. Для примера создадим небольшой плакат для размещения в социальных сетях на основе фотографии, которую я загружу со своего компьютера. Это первый раздел редактора с основными инструментами. Здесь можно обрезать фотографию, а также поменять цвет фона, если вы создаете, например, баннер или постер. Следующий элемент позволяет поворачивать изображение и зеркально отражать. Можно увеличить яркость или контрастность, а также улучшить четкость фотографии. Последняя опция этого раздела – это масштабирование. Здесь можно изменить размер картинки, введя значения как в пикселях, так и в процентах от оригинала. Верхняя кнопка Auto Adjust автоматически улучшает цветопередачу, но если результат не понравился, всегда можно вернуться на шаг назад, нажав на стрелочку. Переходим во второй раздел – эффекты. Здесь можно использовать различные фильтры для своей фотографии, так же, как это делается в Instagram. При этом у каждого фильтра есть свои настройки. Применим один из этих фильтров. Те элементы, которые помечены короной, доступны только в платной версии. Следующий раздел предназначен для работы с портретными фотографиями. Здесь имеется огромный выбор различных кисточек для изменения тона кожи, маскировки различных изъянов, отбеливания зубов, нанесения теней, изменения цвета глаз и многое другое. Отбелим зубы девушки на фотографии. Четвертый раздел – это работа с текстом. Здесь можно добавить любой текст на вашу фотографию. При этом все шрифты разделены на две части. Первые – это те, которые установлены на сервере редактора PicMonkey. И они имеют один очень большой минус – там очень мало кириллических шрифтов, то есть при написании русского текста шрифт не меняется. Но благодаря разделу Yours, где показаны шрифты, которые установлены на компьютере пользователя, можно с легкостью найти подходящий кириллический шрифт, что я сейчас и сделаю. После того, как я выбрал шрифт, можно разместить его в нужном месте на фото, а также поменять выравнивание, цвет текста, прозрачность и другие стандартные настройки текста. Также можно при необходимости зеркально отразить текст. Следующий раздел включает огромное количество графических элементов, которые можно поместить на фото. Все элементы разбиты по типам, и их действительно много. Также можно добавить свои графические элементы. Каждый добавленный элемент можно растягивать, а также менять цвет. Для примера добавим два элемента, которые могут служить своего рода логотипом. Кстати, здесь достаточно много элементов для создания своего собственного логотипа или иконки. Шестой раздел инструментов – рамки. Здесь можно выбрать рамку для фото, а также скруглить углы или, например, сделать рамку с тенью. Седьмой раздел – это текстуры. С помощью таких элементов можно придать вашей фотографии или постеру неповторимый вид. Добавим пару текстур, чтобы наш плакат выглядел как будто бы это распечатанная помятая бумага. Последний, восьмой раздел – это темы. Каждая тема включает в себя свой набор элементов и эффектов, которые можно применить к своему изображению, если вы, например, затрудняетесь в выборе. Так, есть зимняя тема, с помощью которой можно сделать даже новогоднюю открытку, или школьная тема, или тема комиксов. Выберем один из визуальных эффектов из темы комиксов и применим к нашему постеру. Теперь, когда мы полностью закончили работу на создание постера или улучшение вашей фотографии, результаты можно поделиться в социальных сетях с помощью ссылки. Для упрощения процесса можно присоединить ваши аккаунты с социальных сетей. Таким увидит ваш постер-человек, зашедший по ссылке, которой я поделился. Естественно, изображение можно сохранить к себе на компьютер или ваше облачное хранилище в формате JPEG и PNG, а также указать нужное качество. Теперь я быстро покажу, как начать работу над созданием баннера с пустого шаблона, а не загрузив картинку или фотографию. Для этого выберем раздел «Дизайн» и нажмем на нужный шаблон будущего баннера, при этом размер всегда можно будет поменять позже. После входа в редактор можно, например, поменять фон или изменить размер будущего баннера. А остальная работа похожа на то, что уже показывалось. Это работа с графическими элементами, текстом и визуальными эффектами и фильтрами. И еще посмотрим, как создать коллаж. Выберем соответствующий раздел и войдем в редактор. Можно загрузить картинки или использовать тестовое изображение. Здесь есть большое количество шаблонов для коллажей и вы точно найдете нужный вам. Также с легкостью можно изменить фон или скруглить углы частей коллажа. Настроек также много. Таким образом, онлайн-редактор PicMonkey является не только простым инструментом для работы с фотографиями, но и эффективным и бесплатным помощником в создании баннеров, постеров, афиш и других графических элементов, которые можно использовать в социальных сетях или на своем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok